Добрый день, Григорий Айвазян. Какую-то часть ее территории угрожаю оккупировать больше, захватывая пленных на этой территории и практически давая добро на расстрел военнопленных. Итак, вопрос. На что рассчитывает Алиев, говоря о мире, начиная или развязывая войну против Армении? Алиев диктатор и террорист. Это видно по всем его приказам, которые были отданы до этого, и то, что он делает сейчас. На что он рассчитывает? На психологический надлом в армянской среде. Что он не дождется. А то, что он сделал, я думаю, что ему отзовется. В нескольких поколениях отзовется. То, что он делал и делает. Смотрите. Он хочет наши земли поменять на наши же земли, по факту. Играя в эту игру. Он хочет, чтобы мы отказались от Арцаха окончательно. Что нам сказали недавно в газете моего любимого журналиста, который... Собственность его семьи. Читали статью? Да, конечно. Естественно, все читали. А о чем это говорит? Расформирование армии обороны Арцаха? Это требование по... Азербайджанская сторона. Требование по версии газеты моего любимого журналиста. Перечислим эти требования, раз уж вы начали. Ну, раз уж начали, то надо заканчивать. Кто начал, тот и закончит. Начинали не мы, а заканчивать нам придется. В любом случае. Расформирование армии Арцаха. Получение так называемого Зангидзурского коридора. Возвращение ему так называемых анклавов, которые ни исторического, ни юридического обоснования не имеют. Фактическую капитуляцию нашей страны. Болезненные решения, как мой любимый журналист сказал. Но более болезненные, чем эти решения. Интересно, вот ведь несколько дней назад в очередной раз азербайджанские террористы, находясь на нашей территории, убили трех наших солдат. Это буквально несколько дней назад было. Мы видим, какая реакция международного сообщества. Мы видим, что параллельно с этому их новый хороший друг Алиев, который нефтяные договоры, который будет продавать тупорлые европейцы, так называемые. Обезьяны, которые только что с дерева слезли. Что они собираются у Азербайджана, у которого нету таких нефтяных и газовых ресурсов. Покупать из Азербайджана. То есть Алиев будет покупать у Москвы и перепродавать на них. Мы это все видим или нет? Они видят это или нет? Лицо хотят сохранить. Сохранить можно лицо только тогда, когда лицо есть. А когда твое лицо подошва от туфли, простите за мой французский, то нечего сохранять. И мы ждем от этих европейских посредников какого-то настоящего посредничества, незаинтересованного, непредвзятого. Правда, да? Есть еще такие, кто этого ждет? Ну, если есть джаганамаганак, гераганак. Если есть такие, которые так думают. А так и будет ваше место в джаганами. Как по азербайджанскому языке это говорят, понимается, это в аду ваше место, стоять на коленях. Вернемся к статье, то есть вернемся к тому, к требованиям Алиева, которые вбрасываются так в армию. Чтобы для нас это приемлемо стало. Мало того, что Алиев сам озвучивает. Еще наши вбрасывают. Молодцы, молодцы. Надо журналиста назад, на журналистскую должность возвращать. Хорошо, вопрос мой был, звучал так. На что рассчитывает Алиев, ведя вот такую политику? На нашу слабохарактерность, некомпетентность. Еще на что может рассчитывать? И вот это видео. На какую-то поддержку? Поддержку со стороны кого? Я у вас спрашиваю. Поддержку со стороны кого? Со стороны каких-то слоев армянского общества этого никогда не будет. Со стороны некоторых кругов армянского политикума, так это есть и есть. В принципе, есть и было всегда. Мы должны в первую очередь с собой быть честными. Хватит. Время двойных стандартов закончилось. Господа, пора. Пришла снимать маски-то. В принципе, никто уже и не носит их. Мы что видим? Мы видим с одной стороны Алиева с напором на то, чтобы он хочет получить все, что он требует от армянской стороны, что невозможно. Поэтому и документа не было подписано. Несмотря на все убеждения, разговоры, мы подпишем, мы подпишем. Нет, не подпишите. Не подпишите, пока не будете чувствовать поддержку и одобрение со стороны народа. А этого никогда не будет. Это первое. Мы видим параллельно этому целый ряд встреч. Высокопоставленных чиновников с обоих сторон. На разных площадках в Европе, в Америке и все такое. Мы видим крокодиловые слезы, к слову, Нэнси Пелоси. Не последнего человека в Соединенных Штатах. Почему надо эти крокодиловые слезы? А потому что, почему до сих пор не введены санкции против фашистского режима, нацистского Азербайджана? На днях было сказано, что никто не предлагал вводить санкции. А кто должен предложить? Моя бабушка. Кто должен предложить это сделать? Мы видим конкретную, это не двойные, это тысячерные стандарты. И мы это видим своими глазами, что происходит. Мы видим европейских высокопоставленных чиновников, которые, бог ты мой, рады увидеть их друга Ильхама Алиева, который готов российские ресурсы заменить. Помним визит недавний его в Болгарию? О чем речь вообще? Что за дебилизм на гигантских уровнях? В конце концов, сколько можно стесняться называть вещи своими именами? Вне зависимости от того, какого ты уровня имеешь образование. То есть образовательный ценз какой у тебя? В конце концов, может быть, мы будем называть вещи своими именами? Может быть, перестанете? Хорошо, называйте вещи своими именами. О чем вы? Конкретнее? Конкретнее происходит очередная сделка, подталкиваемая несколькими сторонами. И посмотрите, что Эрдуган делает. Посмотрите, какие переговоры идут с Эрдуганом. К слову, параллельно этому всему. Неужели это никому ни о чем не говорит-то? Неужели никому ни о чем это говорит? О чем это должно говорить? Значит, мы напрасны. Григорий, вы вызвались называть вещи своими именами. О чем говорят вот эти встречи, переговоры с Эрдуганом? Конкретно. С Эрдуганом и параллельно с Алиевым. Хорошо. Говорит о том, что западный собирательный Запад никакого отношения не имеет к правам человека. Мы видели эти видео, которые показывали, опубликовали. И объявления после этого. Если аутентификацию проведут этих видео, то есть кто-то сомневается в их реальности, да? Не сомневаются. Просто азербайджанский баклажан для них слишком сладок. Похоже. А мы на кого рассчитываем? На каких посредников? Говоря, взывая к международному сообществу. Говоря, призовите агрессора Алиева отвезти войска уже с нашей суверенной территории. Да неужели непонятно? Это же старая истина, что сила дает право, а не наоборот. Мы так и будем продолжать этим заниматься? Сейчас призывая к устами каких-то там полуграмотных ишаков к тому, чтобы, пускай Арцах напрямую ведет переговоры с азербайджанской стороной. Что творится-то? Что творится, я спрашиваю? Ответ на это у меня есть вопрос. И у вас у каждого есть на этот вопрос ответ. Все понятно. Очевидно. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что творится. Абсолютно не имеет необходимости в этом. Абсолютно не существует. Мы готовы с таким, с такой ситуацией смириться? Мы понимаем, что разжигаем аппетит диктатора, кровавого диктатора, сумасшедшего старого хрича. Что может остановить Алиева? Только больный удар. Но только не то, чтобы уступки болезненные с нашей стороны, а чтобы сделать ему больно. Посмотрите, что происходит параллельно в Азербайджане. Неужели не видно, что толкает Алиева на подобные шаги? Неужели не видно, что толкает? Внутренняя ситуация? Да. Как и всегда. Как и всегда. Потому что для Эль-Хама Алиева и его клана всегда были интересы узкокорыстные. Настолько волна сильная, что Алиев страшится этого? Да. Давайте конкретнее. Давайте раскроем скобки. Что происходит в Азербайджане, по-вашему? Что подстегивает изнутри Алиева? Внешне, то, что внешние игроки подстегивают, это другая тема. Об этом, может быть, мы поговорим. Теперь вы затронули эту тему, что изнутри идет процессы, внутренние процессы Азербайджана толкают Алиева. Это совокупность вопросов, которые уже давно накопились в Азербайджане, социально-экономических, политических, этнических. Например, смотрите, мало кто об этом говорит, но на самом деле одним из лейп-мотивов, лозунгов, которые выдвигаются против режима Алиева нынче, является то, что Ах ты! Если ты победил, то за что гибнут наши дети? Продолжают гибнуть. Почему? В таком количестве. За что? Ну, если он позиционирует себя в качестве победителя. За что гибнут дети? Он что говорил? Карабахский вопрос уже закрыт? Так он говорил. А дети, значит, что продолжают гибнуть с обоих сторон? За что? Ведь с обоих сторон продолжают гибнуть. За что? Вот за что, если побежим? Уже такая фраза прошла, что Алиев, с Азербайджана пошла такая фраза. Алиев производит геноцид собственного народа и народа Армении. Многонационального народа Азербайджана во имя своих собственных узкокорыстных интересов. Посмотрите, это ужасающее видео. Очередное, не первое. Помним, нет? Расстрел пленных? Да, не пленных даже. Захвата нашей позиции и убийства там солдатов. Абсолютно верно. Да, даже не пленных. Даже не пленных. Это военное преступление, это преступление против человечества. Одно из проявлений геноцидального Азербайджана в нынешнем времени. Параллельно этому происходила встреча, так скажем, двух премьер-министров иностранных дел. Параллельно, в тот же день, когда опубликовали эти кадры. Я, если честно, там увидел одного переквалифицированного Ишака из Баку, которого зовут Джейхум Байамов. Он Ишак натуральный, как и его шеф. Давайте не будем обзываться людей. Будем, будем обзывать. Это не обзывание. Ишак – это похвала в их адрес. Потому что те, кто являются людьми, те, кто являются родителями детей, позволяя, провоцируя то, что происходит, мягко что есть сказать, что это Ишак. Это монстры. Это монстры. Так правильнее будет? Это монстры. Они не люди. Им ничего человеческого, неведомо. С другой стороны, я не увидел никакого премьер-министра, министра иностранных дел. Видел человека, который занимает эту должность. И они обсуждают на основании тех пунктов, которые передает газета моего любимого журналиста, вроде бы, да, конкретные условия договора. Хотя после этой встречи, ну, армянская сторона, как минимум, отказалась от того, что до этого заявляла. Должна была, то есть? Отказалась от того, что что-то подписали. Конкретного Буванда Каин по-армянски, содержательного договора отказалась. Это естественно. Так и должно было быть. Потому что, если из двух сторон танго не танцуют в одиночку, если азербайджанская сторона все, что делает это, сеет смерть вокруг, в среде своего многонационального народа причиняет горе армянскому народу, то о чем может быть, какой содержательный договор и по каким пунктам может обсуждаться? По каким картам 19-го, 20-го года? Вы что там с Баку вообще? В Баку? С дубу рухнули, что ли? Азербайджан, помните, когда был образован? Кто признавал его выдуманные границы? На основании каких карт вы собираетесь обсуждать что-то? Отказавшись от правоприемства Азербайджанской ССР, от Нахичевана, от Арцаха, от Гарбманка, к слову. Вы на каких основаниях собрались там что-то обсуждать? На основании каких карт? Которые в пьяном бреду вашему диктатору приснились? Или с его финансирования напечатались? Вы правда думаете, что у вас это прокатит? Этого не будет никогда. Никто не позволит ни нашему журналисту, ни бакинскому диктатору. На нашего журналиста, а поскольку он журналист, правда ведь нет, большое воздействие имеет общественное мнение. Общественное мнение ему говорит нет! И он это знает очень хорошо. И чем обойдется для него лично? Он это тоже знает. Поэтому не будет этого подписания. Поэтому в Азербайджане пускай не мечтают в своих мечтах о том, что будет так, как они хотят. Никогда этого не будет. Вернемся к этой теме. Они не победили. Они не победили. Да, да, да. Почему вы считаете, еще раз, пусть будет, я сформулирую этот вопрос. Вы говорите, внутри в Азербайджане неспокойно. Давайте вот так поставим вопрос. Мотивация коренных народов Азербайджана идти на войну или идти на военные действия против Армении? Короче, идти на смерть. Вот какая у них мотивация? На оккупацию Армении. Ноль мотивации не только на оккупацию Армении, а на действия Фарцахи. Ноль мотивации. За градотряды вынуждены призыв. А разве их мнение, их матерей кто-нибудь об этом спрашивает? Когда их призывают насильно туда и выставляют это все в качестве добровольного призыва. Кто-то спрашивает, когда за градотряды потурченных щерванцев их гонят на фронт. Кто-то спрашивает их об этом. А разве у них есть выбор? Какой выбор? Какой выбор? Позорная смерть в бакинских зонданах, тюрьмах? В лагерях концентрационных? Или против армянских пулеметов эти? У них разве есть выбор? Кто же у них спрашивает-то? Мы должны это понять. Многонациональный народ Азербайджана, как и мы, имеем одного врага. Диктаторский режим в Баку. Который не настолько прочный, как многим в Ереване кажется. К сожалению, и для тех, кому это кажется в Ереване. И для тех, кто хочет это представить в Баку. Я вам предлагаю поставить более жесткий вопрос. Например, про интервью последнее моего любимого журналиста или его ментора. Вот давайте на эту тему поговорим. Я хотела о речи Алиева Физули, но коснемся сперва Пашиняна. Интервью Пашиняна, потом вернемся к Физули. К речи Алиева Физули. А его ментора? Давайте. Левон Терпетросян, вы имеете в виду? Кто сомневается? Правда, ментор ставку не на того сделал. Как он сказал? Тхулима Цуцюн. Это он сказал. Недоразумение. Это он сказал. Не я. Кто Тхулима Цуцюн? Кто недоразумен? Кто есть недоразумение? У Левона Терпетросяна спросите. Один из тех, на кого он ставку сделал. Хорошо. Это факт. Хорошо. И это общедоступно ведь. Правда ведь? Тхулима Цуцюн. Недоразумение. Ментор, когда по отношению к своему протеже так обращается. Там есть о чем обсудить. И между собой в первую очередь. И что мы видим в данном контексте? Мы видим следующее. Мы видим то, что не имеется видения решения вопроса. Общего. Кто-то говорит, что кое-кто, что Япония тоже капитуляцию подписывала. Но ведь Армения не подписывала капитуляцию. И не подпишет, надеюсь. Подписи пока что нет. Это этот абсурд, который называется трехстороннее заявление. Он же юридической силы не имеет абсолютно никакой. Без учета основной стороны конфликта. Арцаха. Как же так? Вай, Аман. Тебя же никто не избирал главой Карабаха. Поэтому ты не можешь от его имени вести переговоры. Не твое ли заявление, товарищ? Пашинян. Товарищ журналист. Не твое ли заявление? А после этого как вдруг случилось, чтобы подписание договора было с проклинаемой тобой Россией трехстороннего? Разрешение ввода войск? В первую очередь со стороны Алиева тоже такое разрешение было. Российских войск. Как же так произошло? Вы же такие все европейцы. Вы же такие все демократы. Как же это могло бы случиться, что вы Орду пустили туда, по вашим словам? Как? Которая вас всегда ссорила. Правильно? Которая геноцида организовывала над одним и другими народами. А как же так произошло-то? Собственно говоря, ай, демократы. С двух сторон в кавычках. Как же это произошло? А сейчас что вы хотите сказать? Делите шкуру неубитого медведя? К большому сожалению, последнее обострение на границе доказывает то, что... Ну и к счастью, и к сожалению, что Арцах, как и ваш покорный слуга говорил, сейчас в большей безопасности, чем население Республики Армения. К большому сожалению. Потому что кое-кто собрался играть в покер и блефовать в этой игре, не имея на это настолько талантов, так скажем, ни интеллектуальных, ни артистических. Ведь этого нету. На поверхности все находится. Настолько примитивно. Бог ты мой. Настолько примитивно. И это все видят. И в Баку видят, и в Европе, и везде. Что значит наши игры на несколько лагерей? Что значит эти дешевые разговоры? А, будьте мужиками, если ты сказал кто-нибудь. Что? Собираетесь выйти из СНГ? ОДКБ? Евразеэс? Да выходите. Дзестестинг, посмотрим на вас. Выходите. Где же, почему же вы не делаете? Вы вашим избирателям пообещали. Вашим избирателям, которые вас к власти привели. Вы видите же, будьте мужиками, людьми будьте. Обещание было, разве? Озвучено такое обещание. Такое обещание было. Напомнить? Напоминайте, пожалуйста. Давайте напомню, у меня память хорошая. Елкдашенька. Как это назывался, да? По-русски как называется? Выход. Выход из ситуации. Типа того. Не они разве? Кар-карун-русофоб-нэрен. А можно иногда переходить на другой язык даже. Могу и на азербайджанский. Хорошо. Давайте подытожим интервью Пашиняна. Про интервью Леонда Петросяна вы тоже так мельком сказали. Про Японию вы напомнили. Это было из интервью Леонда Петросяна. Хорошо. И что вы хотели подчеркнуть, то есть какой месседж был у Леона Типетросяна и что сказал в своем интервью в ответ на выступление Леона Типетросяна и Роберта Кучааряна, потом выступил Пашиняна. Что сказал Пашиняна? Я помню после разговоров о том, что кое-какой документ есть, который должен подписаться после митинга определенного в этот день в парламенте выступления моего любимого журналиста. Я помню вечерний лайф моего любимого журналиста. Да? Выступление в прямом эфире. Стрим. Да. Только одну могу сказать. Лучше бы этого не было. Я не знаю, где моя любимая журналистка, которая является по совместительству женой моего любимого журналиста, чтобы таких выступлений не было. Потому что то, что было видно и видно всем и давно очевидно, это давно очевидно всем. То, что я сейчас говорю, не открывая кавычки. Но мы же решили открывать кавычки. Да, но у нас же формат не такой. Это же не пусть говорят, правильно, с Андреем Малаховым. У нас же формат такой. Хорошо, проехали тогда. Не совсем проехали. Еду-еду не свищу, а наеду не спущу. Хорошо, либо говорите, либо следующий вопрос. Я говорю следующее. Я говорю, что этого, если говоришь А, говори и Б, так невозможно. Говорить о том, что мы поднимаем какие-то вопросы. Слушайте, я говорю, вот если я вам говорю, я глава организации ОДКБ, в Казахстан войска посылал, а в Армении у нас не получилось. Мы подняли такой-то вопрос. Что за издевательство на здравом смыслом? Что за издевательство на здравом смыслом? К кому у вас претензии, я как-то не могу понять. К логике претензии, к логике некоторых политических деятелей, в кавычках, которые не политические деятели, никогда ими не были и никогда не будут. Понимаете, одну вещь вам скажу откровенно, вот честно, вот сейчас. Вы сказали, что мы честно договорились говорить. А хватит уже, а чек хаща цманаль. Хватит, надоело это все. Как можно на это все смотреть, когда наших пацанов расстреливают, а каких-то ублюдков у вас есть, кстати, сведения? Они уже с голоду сдохли там, или коридор им отпустили азербайджанским окруженным солдатам, или их убили и трупы вернули в Азербайджан. Информации нет о них. Да вы что? Правда? Ну и как это называется, я у вас спрашиваю. А почему нет? Интерактивное шоу нет? Почему нет? Вот я у вас спрашиваю, как это называется? Нет, здесь вопросы задаю я, Григорий. Да, ну я тоже задаю. После эфира мы с вами обсудим этот вопрос. Потому что есть вопросы, на которых нет ответов в рамках логики. Вот в чем проблема. Хорошо, вы вот о Пашиняне, об интервью Пашинянах. Пашинян меня не интересует, хоромыми утками не интересует. Все, значит, следующая моя тема. Вот вопрос был, речь Алиева Физули. Тогда Алиева давайте посмотрим, что хотел сказать, или что сказал. Пашиняна? Говорит всегда. Мы говорим, что хотел сказать Пашинян, но мы говорим, что сказал Алиев. Я не буду никогда изменять своему принципу, не влезать во внутриполитические дела Армении, в прямом смысле этого слова. А что касается наших баранов из Баку, и конкретно, когда мы говорим про Джанаба, его превосходительство, его величество, на коленях пусть стоят молятся в мечетях Ильхама Гейдар Огвы Алиева, это другое дело. Тут можно сказать, потому что каждый человек своим делом должен заниматься. Я ведь не политик, нет? Насколько политиков и политологов, настоящих и самопровозглашенных? Григорий, речь Алиева Физули. Алиев Физули очередной ультиматум на уничтожение нашей нации предложил. Мы готовы к новым беженцам? Мы готовы к потере очередной части нашей исторической родины? Опять мы к этому готовы? Готовы мы к этому? Готовы? Григорий, вы как-то сегодня в разговоре сказали, что Арцах более сегодня защищен, чем Армения. Мы знаем, что известный русский, известный, проживающий до сих пор в России армянин, Руган Бартанян, он поехал в Арцах. И, насколько я поняла, он уже получил там должность госминистра. Что это может означать? Тяжелый вздох, многоточие. Многоточие и тяжелый вздох. Я не думаю, ну не хочу думать, что у нас всегда должны быть, понимаете, как сказать. Я все-таки хотел бы, чтобы профессионал каждого дела занимался своим делом. При всем поощрении моем, да, господину Вартаняну. Мы видели несколько раз, когда у нас крупные бизнесмены или журналисты стояли во главе государства, когда остановились. Вот тут я, знаете, я вообще-то социалист. Я скрывать не буду по политическим убеждениям. Но тут я с Владимиром Ильичом Лениным не согласен. Когда он сказал, да, в свое время было такое утверждение, Каждая кухарка может стать во главе государства. Я имею в виду с Лениным, я не согласен. Тут к Вартаняну это никакого отношения не имеет. Время покажет. Время покажет. Но я все-таки считаю, что иногда... Это политическое назначение. Ну это месседж. Естественно, это месседж. Как вы думаете, человек, который обладает состоянием по разным, неопределенным, но достоверным источником, около 4 миллиардов долларов из Москвы, оказывается в Арцахе. Так случайности случайны или не случайны? Это месседж Азербайджану. Давайте сейчас я откровенно скажу. В прошлый раз не сказал, сейчас скажу. Это месседж Азербайджану, что Россия через 5 лет не уйдет из Арцаха. Ни через 5, ни через 50. Пускай даже не ждут. Вот в чем дело. Я думаю, что это месседж в первую очередь Азербайджану. Вся эта акция. Я думаю, что в Баку это все правильно поняли. Ну и в Ереване тоже правильно поняли. Хорошо. И вот такая тема. 27 сентября опять перебиваю. Пусть мир будет прахом Владимиру Вольфовичу Жириновскому. 27 сентября у нас исполнилась очередная годовщина азербайджанской агрессии против народа Арцаха и Армении. Против очередного геноцидального нападения. Что мы видим со стороны Азербайджана? Ведь выступление Алиева к этому было приурочено путем проклят. Простите за мой французский. А что мы видим с армянской стороны? Что мы видим с армянской стороны? Очередные разборки? Друг другу глотку грызть? Когда глава государства не посещает Яраблур или посещает так, чтобы не встретиться с родственниками погибших. Мы это видим, да? Мы это видим. И на какие мысли нас это наталкивает? Меня лично это наталкнуло? На то, что хватит. Понимаете, есть люди, которые... Вот я историк профессиональный. Историки это кто? В основном те, кто регистрируют то, что происходит. Но, знаете, приходит время, когда ты должен принять определенную сторону. Имеется в виду, или ты тот, кто просто записывает за происходящим историей, или ты пытаешься что-то сделать, чтобы свой автограф не оставить. Я думаю, что для нашего народа, для каждого из нас, по мере возможности, в своей сфере пришло время определиться. Мы будем только регистрировать историю, записывать аналы исторические, или попытаемся какую-то роль в ней сыграть. Я для себя выбор сделал. Я, будучи историком профессиональным, для себя решение принял и, пользуясь вашим приглашением, объявляю об этом официально. Я больше в стороне стоять не буду. Я больше не буду регистрировать то, что происходит нынче в истории. Я буду пытаться сделать от себя маленькую лепту, запятую внести, в том, чтобы делать историю, а не только ее записывать. Я думаю, что время пришло нам всем понять, что пришло время X. Вчера было... Вот тут я с Лениным согласен. Вчера было рано, завтра будет поздно. Вот в этом я согласен полностью. Хорошо, что вы собираетесь делать в таком случае? Об этом мы поговорим еще. По поводу индийского оружия. Ну что делать? Говорят, нет. Пословица такая есть, говорит, англичанин прощается, не прощаясь, уходит, а еврей прощается, но не уходит. Так, по поводу оружия. Это пиар-акция из Индии, закупки. Которая взорвала вся армянская благосфера, интернет-пространство и так далее и тому подобное. Что я собираюсь делать? Видите, назад вернулся. Я уже делаю то, что собираюсь делать. Если из этого что-то получится, вы все узнаете. Если не получится, никто не узнает. Вот так. Я думаю, что каждый... Вы выброши в любом случае. В любом случае. Win-win называется. Значит, по поводу закупок оружия. Что, правда, закупаем оружие, да? Из Индии? А что, нет? А кто об этом объявляет раньше? При том, что диктатор Азербайджана говорил, что он всеми возможными и невозможными средствами, ценой жизней сотен, а может быть и тысяч, предотвратит это все. Мы зачем это объявляем-то? Кто? Ах вы умники! Етить колотить! Снова на украинский перешел. Ничего здесь мата не было. Все культурно. Значит, вы географию Армении знаете? Ну, не вы. Вот, к умникам обращаюсь. Если диктатор не хочет и сейчас в результате новой агрессии диктатора, все наши коммуникационные системы находятся под его ударом. Мы ничего в Армении провести не можем без того, чтобы они могли ударить. В случае с Джермуком, вам напомню, и все остальное. Видите, знаете, куда они передвинули коммуникации-то? Сейчас мы ничего не сможем провести, чтобы потом Мугам... Да, о, вспомнил про Мугам. Мугам – это любимая песня Мегрибана Алиевой, правда, нет? Она же любила, хотела в Шуши ее послушать. Я бы хотел, чтобы ее привезли сюда в Ереван, поставили на колени и включили Мугам. Но это, кстати, к слову, на колени я поставлю, а Мугам включат те, кто любители Мугама. Значит, оружие сейчас провести, объявляя о том, что мы провозим оружие из Индии, из Монголии, и заявляя о том, что мы всеми средствами этого добьемся, что вы серьезно, что ли, говорите? То есть, север, юг, запад, восток. Больше 90% границы Армении с вражескими государствами. Больше 90%, ну, около 90%, так скажем. Остается Грузия, я не считаю, что Грузия для нас братская страна, которая разрешала перевоз оружия в Азербайджан. И сейчас, вы посмотрите, сколько оружия до сих пор Азербайджан закупает из Германии. Об этом же есть, это же я не новости говорю, есть рапаракум, публикация. Об этом есть публикация. Значит, из Германии, из Европы, из разных стран, Чехии. Израиль. Израиль. Ну, Израиль это мое слабое место, что делать. Значит, из Израиля. Но имеется в виду, удивительно, что народ, который прошел ту же дорогу, что мы, после нас, поддерживает Азербайджан. Мы видели последнюю встречу, да, соответственных чиновников Израиля и Азербайджана, о чем они договаривались. Кофе решили попить или как, мацу покушать или что, чем они занимаются там. Ясное дело, чем это все закончится. Смертоносным оружием. В том числе и израильскими специалистами, убивающими наших детей. И это дети тех, кого Адольф Гитлер к смерти приговорил. К смерти всех приговорил. А наши земляки, в том числе Гарри Гиннажды, спасали их. Спасали. Сколько по армянским паспортам? Оттуда бы по армянскому паспорту. В кавычках армянский паспорт. Да. Сколько было таких случаев? Один или два? Давайте спросим в музее Ядвашем. И спросим, кто такой, например, к слову, один из основателей азербайджанской государственности. Они же все это знают. Но видите, бабло все рулит. В данном случае, что мы хотели сказать? Заявление о том, чтобы оружие мы привозим до того, как это состоялось, это всего нашего пиар-акции или провокации к новой агрессии Азербайджана. Азербайджан же сказал, что не допустит перевооружение Армении. Да? Мы с одной стороны одной рукой, короче говоря, как мартышка, левой рукой чешем правое ухо. Да, получается? Или как мартышка, которой в руку пистолет дали. С одной стороны, мы рвемся в эру миру, интерми астват Иисус Христос, с другой стороны, официально заявляем, а это фактически официальное заявление получается, что мы увеличиваем затраты на вооружение, правильно? Или нет? Что мы покупаем у Индии вооружение. Они не привезли это вооружение сюда, но об этом уже заявили. Это как называется? Откуда вы знаете, что они привезли? Если бы привезли бы, показали бы, а не трепались. Хорошо. Григорий, последняя тема. Планируется встреча Эрдогана Пашиняна. Что ожидать? Завтра будет эта встреча. Я лучше скажу... Давайте Пашиняна потом вы вернете. К Пашиняну, моему любимому журналисту, я вернусь потом. Я лучше скажу... Да, потом вернусь. Ничего. Как говорил Отофон Бисмарк, если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Ну что делать? Приходится. Иногда нам всем в судьбоносные моменты истории приходится политиками становиться. Не обижайтесь за друзей вашего цеха, которых в политике сейчас много. Чересчур много. Уже. Вот. Смотрите, мы говорим про Арцах. Историко-культурное наследие. Для меня, вот как для историка, это важно. Вот мы говорим, сколько церквей, правильно? Сколько монастырей, сколько историко-культурных, да? Нашего наследия албанизировалось. Значит, сколько азербайджанский комитет по тому, чтобы осквернять наши памятники, сделал в этом направлении. Вот посмотрите. Вот этот сборник переиздания 2022 года. Монастыри и церкови Арцаха. Иллюстрированный каталог. Все здесь есть. А когда мы говорим, сколько? К слову, да? Почему у каждого под рукой не должно быть такой книжки? К слову, у наших дипломатов. Или еще что-то. Чтобы не задавали вопрос. Ай, ай, балам, я не помню, сколько там церквей было. Или еще что-то. Или, к слову, что такое Кавказская Албания? Ваш покорный слуга две книги на издании поставил по этой теме. Две книги. И что мы имеем? Думаю, что будет лучше, чем сейчас. Здесь, например, иллюстрационно все представлено. Монастырь за монастырем. То, что пытается сейчас осквернить Азербайджан. Не пытается, а оскверняет. Оскверняет, а уничтожает. Например, Азербайджан... Слушайте, интересную вещь вы мне напомнили. Обращаюсь к азербайджанским туркам. Этим специалистам в кавычках по Кавказской Албании. Ай, псы! Вы какое отношение имеете к Кавказской Албании вообще? Что еще пытаетесь говорить, что это храмы албанские или армянские? Армяне там что-то переделали? Нет. Вы-то кто, татаро-монголы? Потрах маньчжурского наследия. Вы кто такие вообще? Чтобы мы с вами в споры ступали, это албанские храмы или армянские храмы? Вы кто такие, кочевники? Вы кто такие вообще? Вы какое отношение к Кавказской Албании имеете? Вот кто-нибудь один раз вот так напрямую им вопрос задал? Кроме того, что вы уничтожали коренные народы Кавказской Албании, лезгеноязычных народ, изнасиловали великий иудинский народ и довели его до национального меньшинства. Кто вы такие вообще? Вы кто такие? Какое отношение к наследию Кавказской Албании имеете? Кроме того, что своего Франкенштейна с помощью турецкой интервенции создали на территории частично Кавказской Албании, а больше на наших армянских землях. Кто вы такие вообще? Вы кто такие? Кто-нибудь у них спросил? Еще вступают. Ара этот храм армянский или албанский? Третья, четвертая. Вы вообще кто такие? Кто они такие, чтобы с ними на эту тему дискутировать? Они могут дискутировать с корейцами, где там их прародина была, откуда они откочевали сначала в Среднюю Азию, а потом в виде туркменских племен, туркменских, перебрались на наши земли. Качевниками будучи. Это же все есть. А мы с ними обсуждаем. А Дады Ванг албанский или армянский? А этот... С кем вы обсуждаете? Во-первых, это однозначно армянское. Тут нечего обсуждать. Они стирали и будут стирать наши наследние. Они стирали и будут стирать наши надписи. Врать грязно про то, что мы там недавно написали что-то на наших же храмах. Вы кто такие вообще? Вы кто такие? А мы обсуждаем. Мы опускаемся до уровня того, чтобы с ними что-то еще обсуждать. Они убийцы. Грязные убийцы. Убийцы коренных народов Кавказской Албании. Убийцы Шервана, который образовался на его осколках. Отурчивание Шервана. Пускай демографию посмотрят. Почему удины молчат или наоборот? Они не молчат, но их голос никто не слышит. В унисон с Алиевым они. В унисон с Алиевым. Это кто? Общественная организация там в унисон с Алиевым говорит? Я спрашиваю... Кто сказал, что они молчат? Кто знает, что в Армении есть уединская община? Кто об этом знает? Которая бьется за право на существование. Которая бьется за свою историю, за нашу общую историю. Кто об этом знает? Кто помогает этому? Государственные органы помогают. Алиев помогает. Алиев башляет бабки для того, чтобы пели так, как надо было. А мы что делаем? Общественная инициатива. Наши единоверцы. Наши единоверцы. Мы что делаем для этого? Удины на территории Азербайджана. Что говорят? Удины на территории Азербайджана, как и талыши на территории Азербайджана, как и лизгины на территории Азербайджана, не имеют права слова. Понятно? Вот кто не понимает, пускай знает. То, что происходит, это алиевская игра. Кто бы по-другому запел? Фахрадин Абасов, помним? Одного из лидеров Талышского движения. Чем закончилось? Фактически они его выкрали из Москвы и убили. Убили. А кто хочет? Да, он умер. Мы все умрем. Может быть машина переедет, может спотыкнемся, может пристрелят, может болезнь какая-то будет. В данном случае убили. Убили. А кто хочет себе? А одного его убили? Сколько таких случаев было? Кто хочет себе такой судьбы? В конце концов мы всего-навсего люди. Один раз жизнь дается. Много ли настолько смелых, чтобы поднять, например, сказать, что и хам алиев ты и шаг к слову? Таких много? К слову. Но вот кто произносит такое, у него жизнь короткая. Понимаете? Понимаете? Вот и считайте, какую ставку сделал ваш покорный слуга. А многие ли об этом говорят? Или говорят про Кирфа, Турции с Азербайджаном и Арменией и все остальное? Что думаете легче? Что сейчас больше ценится? Что сейчас в тренде больше? Что больше в тренде? Земляки. Я призываю вас об этом задумываться. И если вы считаете, что нас, единомышленников, больше, давайте соединяться. Соединять наши интеллектуальные ресурсы, материальные ресурсы, медийные ресурсы. Все. Родина и Отечество превыше всего. Я так считаю. Я это проповедую, и я сам это исповедую. Хорошо, но вот этот вопрос мой про встречу Эрдогана Пашиняна. Оговорка по Фрейду. Эрдогана и Пашиняна. Возможные встречи, да? Да, может быть и не состоится эта встреча, кстати. Так, размыты, говорят. Возможно, что они встретятся, но может быть и нет. А может, да, а может быть и нет. Хочется и колется, и мама не дает, да? В принципе, получается, что мы играем, ходим на острее ножа. Так и есть. Так и есть. А ставка, цена больше, чем жизнь. Больше, чем жизнь. Ну, не одного человека, а целого народа и государства. Вот сейчас один важный вопрос, который я вам задаю. Хотя ваше право здесь вопросы задавать, но у нас демократия. Известная цитата. У нас демократия. Хорошо. Значит, если ставка больше, чем жизнь, а ключ к этой ставке находится в руках у того ли, кто знает цену этого всего, время покажет. Время все исправит, время смоет. Человеческая жизнь всего мгновения на этой земле бренной. Всего-навсего мгновения. А то, что он сделал, может остаться на века. Я думаю, что в любом случае наш народ это собирательный коллектив. Единолично. Наш народ никогда никаких диктаторов не принимал. Никогда. Не было этого. И никогда не будет. Диктата не будет. И то, что неприемлемо для нашего народа, принято не будет. Встретится средиземноморский Гитлер, да, Эрдоган и армянский журналист Пашинян. Я не путаю фамилии, я правильно называю. Значит, время покажет, будет ли от этого толк для нас, для всех. Я думаю, что если не будет такой встречи, толку будет больше, чем от того, чтобы она состоялась. Потому что помним, какая пословица, да? У нас же программа на русском языке. Слово это серебро, а молчание золото. И если тебе нечего сказать, нечего предъявить, нечего обосновать, то лучше промолчать. Ну, а поскольку правда на нашей стороне, я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Всегда ваш, ваш покорный слуга, Григорий Айвазян. Спасибо, Григорий Айвазян. Благодарю вас. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой и слушал Григория Айвазяна, кандидата исторических наук в Казаведо. Беседа Вилагана и Аракелян. Всех благ.